Иракские курды выберут себе президента и парламент. Голосование назначили на 1 ноября. Напомню, чуть больше недели назад Курдистан провел референдум о независимости. Это возмутило не только Ирак, но и соседнюю Турцию, где тоже проживают много курдов. Президент этой страны Раджа Пардоган даже обвинил Израиль в причастности к референдуму. Обоснованы ли подозрения выяснял Сергей Ауслендер. Курдский референдум уже наделал немало шума, но, похоже, его главные последствия еще впереди. Я напомню, что в северных районах Ирака, населенных преимущественно курдами, прошло голосование по вопросу о создании независимого государства. Больше 90% проголосовавших высказались «за». Это вызвало очень резкую реакцию официального Ирака, а также Ирана, Турции и даже Вашингтона. Все они высказались в том духе, что плебисцит был односторонним, нелегитимным, а значит, признавать его не будут. Но дальше всех пошел турецкий президент Раджа Пардоган, который обвинил в организации референдума Израиль и его внешнюю разведку МОСАД. В этом регионе у МОСАДа очень тесные связи с курдами. Израильская разведка помогла им организовать и провести референдум. Вам нужны доказательства? На демонстрации в поддержку создания курдского государства ее участники размахивали израильскими флагами. Никто, кроме Израиля, итогов голосования не поддержал. И это чистая правда. Еврейское государство действительно единственное в мире признало итоги референдума. Собственно, связи Израиля с курдами никакой не секрет. Иерусалим уже несколько десятков лет поддерживает стремление этого народа к независимости. МОСАД действительно помогал курдам налаживать их разведслужбу. Израильтяне поставляли им оружие и помогали в войне против режима Саддама Хусейна. Но в том, что касается организации референдума, тут турецкий президент явно преувеличивает заслуги еврейского государства. Израиль не раз подчеркивал, что помогать курдам будет, но вот влиять на их волю не собирается никак. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер.